МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нашей команды отличные болельщики, и если они хотят мне что-то сказать или о чем-то спросить меня, то я всегда готов им ответить. Якуб Коварш. Дата рождения 19 июля 1988 года. Номер 21. Вратарь. Рост 1 метр 84 сантиметра. Вес 91 килограмм. Хват клюшки левый. Вратарь сборной Чехии, включенный в расширенную олимпийскую заявку и 21 номер екатеринбургского автомобилиста Якуб Коварш проводит свой первый сезон в континентальной хоккейной лиге. Всего за месяц регулярного чемпионата он дважды попадал в топ лучших сейвов КХЛ. Якуб Коварш великолепно играет сейчас своей ловушкой. Не обошлось, правда, и без печальной статистики. Пропустил три обидные шайбы от торпеда всего за 8 минут. Возможно, все дело в особенностях русского хоккея. По крайней мере, как говорит сам Коварш, многое здесь ему еще в новинку. Я впервые играю так далеко от дома. Скучаю по своей девушке и по своей семье. К тому же, чешская лига и КХЛ очень разные. Русский хоккей серьезно отличается от чешского. Здесь, например, приходится очень много путешествовать. Я никогда раньше не играл 5 игр подряд на выезде, а потом 5 подряд дома. В Чехии мы всегда играли один домашний матч через один выездной. Так что да, разница большая. Я понимаю русский язык лучше, чем, например, Тоби или Сами, потому что финский и шведский очень не похожи на русский язык, а чешский все-таки ближе к нему. Что-то я уже неплохо понимаю, но пока что у меня все равно уходит какое-то время на то, чтобы правильно понимать смысл сказанного. Я уже был в прошлом году здесь со своей чешской командой и видел город. Вообще, я был в России раньше несколько раз. В Офе, в Москве, в Санкт-Петербурге. Что меня ждет в Екатеринбурге, я знал заранее, не был удивлен и уж тем более испуган чем-то. Чего я действительно побаиваюсь, так это русская зима. Я слышал, что иногда здесь бывают минус 30, минус 40 градусов, а я никогда не любил холода. Когда я думал над рисунком, я хотел, чтобы на маске было что-то простое, поэтому здесь логотип команды. А вот это моя девушка и моя собака, которые остались дома, и поэтому я захотел, чтобы их фотографии были на маске. А это Уильям Уоллес, главный герой фильма «Храброе сердце» Мэлла Гибсона. Это мой любимый фильм. Вы пришли драться, как свободные люди. Вы действительно свободны. В Чехии мы играли и в одной команде, и друг против друга. Может быть, четыре раза или больше за каждый сезон, и это всегда что-то особенное. А в этом году будет еще особеннее, потому что играть мы будем в России. Да, он забивал мне несколько раз. Не могу сказать точно, но мы сыграли друг против друга около 12 матчей, и он, наверное, забил мне шесть или семь шайб. Еще забавная штука. Мой отец приезжает в Екатеринбург и будет здесь как раз тот день, когда мы играем с Магнитогорском. Это должно быть круто. Те три пропущенные шайбы, да, это было тяжело. У соперника было три хороших шанса в начале игры, и они реализовали их. Забили три шайбы, которые были для меня очень сложными. Я не думаю, что у меня было очень много шансов отразить эти шайбы. На самом деле, когда я был младше, у меня были некие ритуалы перед играми, но теперь я понял, что мне лучше просто не заморачиваться за все это и выходить сконцентрированным на игре.